Кто был первым президентом? Давай так. После чего вообще все это произошло? После распада. До распада кто был? До распада был Ленин, Сталин. Они были вождями. У меня был вопрос про Облонского. Я представляю, я там сделал опечатку. В комментариях там все такие сразу же расхарахорились. Давай мне... Ну-ка, подойди сюда. Сюда подойди. How are you? Не хочешь тысячу рублей сейчас быстренько заработать? Нет. Умом своим. Здорово, отец. Как ты поживаешь? Нормально. Куда ты путь-то держишь? За вещами в галерею. Шмотки, да, к первому сентября надо попить шмоточек, правильно? В школе, да, учишься? Нет, в колледже. Сколько тебе лет? 16. Что за путяга? Спортивный колледж. Здорово. У нас выпуск сегодня посвящен первому сентября. Я предлагаю тебе буквально за три минутки заработать немножечко деньжат. Всего лишь тысячонку. Как ты? Вписываешься, блудняк? Школьные вопросы. В школе паршиво учился? Да. Хорошо. Вопросы 5, 6, 7, 8 и 3 класса. Назови имя и отчество няни Пушкина. Арина Родионовна. Очень умный парень оказался. Сумма углов квадрата? 180. Нет? Ну давай, посчитай, там все не сложно. Квадрат. Сколько углов в квадрате? 4. Каждый угол по сколько градус? 80. 16. 16. Даже и я, Тамара Михайловна, у нас была учительница, святая женщина, зауч была в школе. Плохо я математику, все это плохо у меня было. Но даже я знаю, что... Какое 16 градусов? Каждый угол сколько градусов? Я не знаю. Ну как не знаешь? Угол, вот он. Он ровный угол, вот. Сколько он градусов? Не знаю, честно. Подержи колбасу. Ага. Вот смотри. Сколько это градусов? Вот сколько это? 80, нет. Нет. 180. 160. Да нет. Ну я не знаю, честно. Не знаешь? 90 градусов. И в квадрате сколько? 90. 360. 360. Подержи-ка. Все сбилось. Он отличился в 1240 и 1242 году. Александр Невский? Нормально. Я тут снял выпуск про Александра Невского. Да. Я там говорил о том, что Александр Невский мог быть и не таким хорошим человеком, каким его нам представляют. Это видео вы можете посмотреть. Вот я здесь вот, тык, или здесь, а здесь вот я его воткнул, да. Новый формат, называется простым языком. Здесь, на этом же канале, смотрите тоже. Очень интересно. Это был какой вопрос? Третий. Ценная бумага. Ценная бумага? Акции, не знаю, какие-то. Ты очень умный человек, все верно. Четвертый вопрос. А, пятый вопрос. Чем Анна Каренина... Ой, к чем, господи, что же я? Кем Анна Каренина приходится Облонскому? В том видео, у меня есть то видео с вопросами за бабоса. У меня был вопрос про Облонского. Я представляю, я там сделал опечатку. Да? Да, в комментариях там все такие сразу же расхрохорились, давая на меня. Ну, ладно, пар, бля. Ну-ка, подойди сюда. Сюда подойди. Будете участвовать в моем шоу в Ютубе. Раз вы такие креативные тут ходите. Понятно? Все, ждем три минуты. Нет, мы не будем участвовать. Вы пранкеры. Пранкеры? Зассали, понимаешь? Сразу зассали. Так вот, кем она приходится? Она приходится... Каренина, обломовая... женой. Давай я тебе варианты закину. Да. Анна Каренина приходится Облонскому. Женой, сестрой, любовницей, матерью. Любовницей. Исключаем два неверных ответа. Жену и любовницу. Остается сестра и матушка. Больше я подсказывать себе не буду. Прошу тебя. Воткни куда надо. Сестрой. Что-нибудь скажи кому-нибудь, что хочешь, то и говори в твое эфирное время, пока я иду за бабусами. Я передаю привет своей маме, передаю привет всей московской заставе с 2005 года рождения. Спасибо вам большое. Какой заставе? Московская застава, я футболист еще. А, это просто футбол, не регби, да? Не, не, не регби. Я просто знаю, нарвская застава. Да, я тоже. Регби-секция. Все, давай, дружище. Спасибо тебе. Пока. Привет. Поддержишь? Давайте. Пока. Ты решила все-таки подойти ко мне. Зачем? Почему бы и нет? Сколько тебе годосов? 16. Где ты учишься? В школе. В 10 класс перешла. Серьезно, да? Выпуск посвящен 1 сентября. Угу. Опрашиваю школиков, либо тех, кто учится в путяге в какой-нибудь, там, либо в институте, поэтому ты подходишь. Угу. 5 вопросов. Угу. Ответила правильно. Тыщенку заработала. Угу. Сколько было президентов в России? Подожди, я спросил, как тебя зовут? Лера. А я спросил? Нет. Итак, Лера, сколько было президентов в России? 4. Назови. Ну, Путин, Медведев, Ельцин, еще не помню. Кто был первым президентом? Давай так. После чего вообще все это произошло? После распада. Угу. До распада кто был? До распада был Ленин, Сталин. Они были вождями. Хорошо. Именно до распада кто, давайте так обзовем, развалил эту нашу советскую союзную социалистическую... С пятном на башке. Я пытаюсь помнить, я поняла. Ладно, не суть. Горбачев. Горбачев. После Горбачева был он. Он. Ленинградский почтальон. Борис Николаевич. Ельцин. Ельцин. После Ельцина был. Медведев. Нет? Путин. Путин. После Путина. Медведев. Медведев. Потом опять Путин. Потом опять Путин. Ну. Трое. Так почему трое-то? А, трое. Хотя есть вариант, что Путин уже не Путин, а там у него двойник. И, возможно, ты права. Может быть, там их не четыре, а шесть. А так сколько? Три. Три. Самый... Близко. А? Я была близко. Ну, да. Самый крутой бог в мифологии Древней Греции. Самый крутой. Самый крутой. Самый мощный. А почти мирком. Все остальные, одни его братья, сестры, сыновья, внуки, правнуки. Если говорить о богах Древней Греции, то первым, кого нужно назвать, это его. Бог солнца. Бог грома и молнии. А, бог грома и молнии. Кого из древних греческих богов ты знаешь? Ну, вот, бог солнца. Потом... Бог солнца. Кто такой? Бог Ра. А давай поближе встанем. Ну, почему так далеко от камеры? Она у нас такая широкоугольная, классная. Да? Вообще, мы с тобой четко выглядим. Ра, да? Нет, Ра – это другая история. Это другая история. Это Египет. Египет, да. Ну, да. Посейдона вспомнила. Посейдона. Братильник этого. Садаш. Представляю. Посейдон отвечал за море-море-океаны. А Зевс он... Зевс за гром и молния. Бывает, бывает. Мы утверждаем этот ответ и идем дальше. Часть зарплаты, выданная вперед. Залог. Ты устроена на работу. Все хорошо. Белая зпшка. И твою зарплату разбомбили. Какую-то часть тебе дают как? Процент. Нет. Заранее тебе дали часть твоей зарплаты. Ну, вперед-дали я. Ну, да, вперед-дали. Чутка там. Ты получаешь 40 тысяч, а тебе пятнашку кинули на карту. Как А? А? Сейчас я соображаю. Это первая буква. Ты можешь даже... Отдайте мне, пожалуйста, вот это слово. Ну, там, рублей. А вторая буква К? А? А вторая буква К? Ак? Ак. Аккордеон ты хочешь сказать? Нет. А что ты хочешь сказать? Аккомпанемент? А, оклад? Оклад. Оклад. Нет. Оклад. Точно не принято. А что такое оклад? Что такое оклад? Хороший вопрос. Оклад. Та деньга, которая по-любому прилетит тебе. Оклад 15 тысяч рублей. Что бы ты там ни сделала на производстве. Плохо ты работаешь, хорошо, пятнашку ты получишь. Угу. А какую-то часть тебе в начале месяца так... У меня еще такого не было. А, не было, да. Да. Ну, родители-то есть такое. А вторая буква В? Аванс. Да? Какой был этот третий вопрос, да? Сейчас четвертый. Назови самую знаменитую картину Казимира Малевича. Чёрный квадрат. Великолепно. Пятый вопрос. И ты победительница в этом шоу. В эту неоновую ночь... Тяжеловато будет, конечно. Ну, ладно. Про монголов проходили в школе? Угу. Не проходили? На татаро-монгольской и не проходили. Не знала... Не знаешь точно ничего там? Угу. Тогда ты не ответишь. Подожди, надо что-нибудь попроще. Сейчас что-нибудь найду, подожди. Давайте. Ёк-макарёк. Сейчас, сейчас, секунду. О, давай вот это вот. Подбери синоним к слову наитие. Ну, чё ты? Вытращил это, зенки. Всё в порядке. Есть четыре варианта. Давайте. Наитие. Нет пока понимания? Нет. Контроль. Отрицание. Озарение. Удовольствие. Либо озарение, либо удовольствие. Я из этих двух вариантов выбираю. Что-нибудь выберу. А наити это вообще что? Это вот что-то из тех вариантов, которые я сейчас тебе озвучил. Эх, со мной произошло наитие. Озарение. Возьми колбасочку в руки. И что-нибудь говори хорошие людям, которые смотрят наш телеканал. Здоровья, счастья, не болезнь коронавирусом. Прошу. Спасибо. Всё, ты всё сказала? Да. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Пока. До свидания. Как я понимаю, это твой вайп, это мой вайп, это твой вайп. Всё верно? Да. Здорово. Как зовут тебя? Вика. Виктория, возможно, понадобится твоя помощь, но я скажу об этом. Ты пока не подсказывай. А как тебя зовут? Артур. Так, это Викуська натворила на шее вот эти всякие пятнышки. Да? Ну, чуть-чуть. Вот мода, да, в детстве такая. Сколько тебе лет? Да, скоро 16. 15-ка. Вот что? В 14-15 лет у всех вот это вот лобудить. А когда постарше становишься, всё? Мне это не очень нравится. Это просто перед медкомиссией. Посмотреть хотел на реакцию. Новый классного руководителя. Ай, то есть ты говоришь, сделай мне засос, пускай по сыром поржу. Да, да, да. Артур, встань, пожалуйста, поближе сюда. Так мы с тобой выглядим шикардос. Так. Гламурный мужчина. Ты гламурный мужчина. Спасибо. Это уже всё всем известно. И так давай. Имя богатыря из города Мурома. Не подсказывай. Или я муромец? Ты гений. В эту неоновую ночь. Чему равна четверть часа? Четверть часа? Угу. Пятнадцать минут. Да. Видишь, класс. Ну да. Класс. Такие вопросы, да, можно, конечно. Буду очень рад. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. Так, ну это получается, если человек должен деньги банкрот. Да. Чувак. Кто здесь? В эту неоновую ночь. Четвертый вопрос. Телега, которая в басне Крылова осталась на месте? О, Крылова, Крылова сейчас. Помнишь, что там с Крыловым в басне? Нет. Однажды лебедь, рак и щука. Повозка или нет? Пошли, почти. Отныне и ныне там. Это какой у нас класс третий, да? Да фига его знает. Седьмой. Седьмой, да? Седьмой, да. Ну, скажи, что... Давай тогда телега. Какие могут быть синонимы? Телега, повозка, сани. Однажды лебедь, рак и щука везти с поклажей... Поклажа. Нет. Вот это взялись. Взялись они. Три буквы. Братиш, давай. Идем на косарь. Это четвертый вопрос. Блядь, давай вспоминай. Из кожи лезут вон, а вот этой вот... Телега какая-то? Нет и ходу. Ходу? Так, три буквы. Три буквы, да. Ты спорила? Я не знаю, каких-то рисов на три буквы. У меня другое слово проходит на три буквы. Все. Кто виноват, кто прав судить, не нам, а ныне... Ш-ш-ш. Там, вот там. Я точно не вспомню. Я вообще... Жаль, проблема с... Это был ВОЗ. 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 Придумали то же слово. ВОЗ. ВОЗ. И нам нужно помнить этот ВОЗ. Вообще, да. ВОЗ. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я сейчас снимаю концовку моего выпуска, которое было посвящено 1 сентября. О, здорово. Да. И надо как-то закончиться. Отлично, да. Давайте как-нибудь закончим это видео. Ну, скажи-то, что нет. Всем спасибо за внимание. Да, было... 1 сентября лучший день в году. Да. Как Новый год. Есть огромный стимул учиться идти дальше. Вот, конечно же. Нужно идти вперед, вперед. Да. Да. Будьте умными людьми. Учитесь хорошо. Да. Старайтесь. Самое главное. Сдавайте хорошо экзамены. Как это я не сделала. Ну, ладно. Это можно вырезать. Вот. Надо... Экзамены не сдала, и все. Нет, я сдала, но не очень хорошо. Но поступила. Вот на бюджете сейчас. Да. Вот. Стремление. Это нужно... Работать. Да. Учите математику. Обязательно, конечно же. И алгебру обязательно. Алгебру, да. Геометрия. Вот. Всем хорошего. 1 сентября. Года и 1 сентября. И самое-то главное, что? Что помимо этого контента, есть еще и другой контент на этом канале. Конечно. Называется простым языком. Столько прекрасных видосов снято, что там. Целый килограмм. Ёлки-палки. Подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Да. Это ж не шутки по поводу подписывайтесь. Вот эти все сволочи, эти блогеры, постоянно просят, чтобы ставили эти лайки и подписывались. Да. Не просто так же они это делают? Нет, конечно. Нет, конечно. Информативный, короче, контент. Заслуживает лайк и вашей подписки. Да. Все. Вот сейчас будет конец и высветится видео. Обязательно посмотрите. Называется простым языком передача. Для кого снимаю. Шикарный контент. Да. Всем удачи. Все, спасибо, девчонки. Спасибо. Покеда. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok